Несмотря на то, что жить в наше время – это то еще испытание на крепкость нервов и устойчивость к психике, будущие исследователи потратят века на изучение происходящего сейчас. Естественно, в том случае, если мы все окончательно не угробим и не спустим в утиль. Среди всех вопросов, которые будут задаваться и которые будут наиболее интересными из всех – это форменная необучаемость политических элит и народов. Само собой, что дать на 100% правильный ответ нам сейчас трудно из-за тумана войны и прочего недостатка информации. Однако нельзя не отметить абсурдность повторения историй. Грузия в 2008 году показала, что США и Запад сделают все, чтобы бросить страну под каток российской военной машины и кинут. Никто не будет никого зачищать, но это разве помогло? Нет. Кто-то спустя 6 лет повторил ошибку и спустя еще 8 лет совершил совсем смертельную ошибку. Казалось, ну куда еще? Даже Грузия поумнела и стала вести себя адекватно. Настолько адекватно, что смогли половину России напугать по-настоящему. Что думаете? Нет, не сработало. Не полностью. Путем Грузии времен Саакашвили идет старая и недобрая Армения. Новость пришла 11 мая. Отношения между Арменией и США будут повышены до уровня стратегического партнерства. Совместное заявление правительств США и Армении. Классно. Это что за геополитический размен? Турция идет в БРИКС, а Армения в НАТО? В тот же день, 11 июня, замначальный генштаба ВС Армении принял участие в работе штаба НАТО. Но вообще мне кажется, что такой размен в нашу пользу. Турция более ценный приз, чем Армения. Не говоря уже о том, что запертая между Грузией, Турцией, Ираном и Азербайджаном, Армения находится в таком же котле, в котором существует Сербия, окруженная странами НАТО. Помешало ли это очередному древнему государству стать жертвой молодого американского мошенника? В порядке примера. В Москве своеобразный антирекорд случился. У пожилой женщины мошенники выманили 50 миллионов рублей на безопасные счета. Хотя там дама в возрасте, при деньгах очевидно, что это не помогло. Быть может, с Армении так же? Там же государство настолько древнее, что уже забыло, как это суверенным быть. С Тиграна Великого адекватные политики не проводили. Вместо того, чтобы учиться или хотя бы разум включать, одна древность и гордость прет, чем заморские мошенники активно пользуются. Собственно, а что именно будет предметом будущих исследований? Вот это и будет. Каким образом, в принципе, вменяемые образования умудряются попадать на одну и ту же уловку американского телефонного мошенника? Ну сколько можно свои кровные переводить на безопасные счета? Вот это и будут исследовать. Даже самому интересно, какими там волнами на них воздействуют? Сам не верю, что пишу. Но может, шапочка из фольги не такой уж и бред? Вот где-то в Армении ее носить бы и не помешало. Может, и спаслись бы от участи Тарана против российских интересов. В остальном, можно только скинуть сборник рецептов Малышевой, пусть лечатся. А коли выживут, может, человеками станут. Говорить об устремлении Армении толерантным языком решительно невозможно. А другие демократии использовать не велит. Потому будет так. И чтоб вы Малышева лечились. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!